Всем доброе утро! Давайте поприветствуем вас в пресс-конференции. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на первую в моем жизни пресс-конференцию. Хочу сказать огромное спасибо журналистам, которые всегда поддерживают мои проекты. Мои все начинания, даже если вы не знаете, что будет происходить. Мне правда очень приятно и очень важно ваше внимание. Сразу прошу прощения за то, что я могу немного нервничать, потому что к этому проекту я свою команду лечу профессионалов, которые очень долго. Соответственно, волнения, нервы натянуты, терпение не вечное. Как поется, вы знаете, в этой прекрасной песне «Поцелуйки поцелуев». Сразу хочу всех успокоить. Я не ухожу за сценой. Хотя, наверное, мои недоброжелательные расстроятся некоторые, но свою карьеру сольную я буду продолжать, продолжаю ненамичные, грандиозные планы, в том числе и на мировой уровень. Второй момент, тоже немаловажный. Я не беременна. Просто все почему-то в частности нас всегда скрывают такие важные события в жизни женщины. Если бы это было так, я бы вам это не сказала. Все спокойны? Все успокоились? Тогда мы можем начинать. Я надеюсь, вы позавтракали, вы в хорошем настроении, прекрасный день, у вас прекрасная возможность со мной пообщаться, меня увидеть. Потому что дату до 2025 года у меня нет свободных. И вы знаете, что редко, куда я ухожу, редко, куда я ухожу и редко даю интервью. Поэтому у вас сегодня есть уникальная возможность наслаждаться мной и тем, что я вам сегодня сообщу. Вы знаете, что я не нашла доверия в человеческих отношениях. И не найдя его в человеческих отношениях, и в отношениях с мужчинами, в первую очередь, я нашла его в цирку. А если быть точнее, в цифровой экономике и их технологии в общении. Где в отличие от слов данных, ничего нельзя нарушить, ничего нельзя взять назад, ничего нельзя отобрать и забрать. Ничего нельзя изменить. Именно изменить, как вы правильно поняли, и в прямом, и в приносном смысле этого слова. Если вы женщина или мужчина, который хотя бы немного разбираетесь в блокчейне, то вы сейчас понимаете, о чем я говорю. Если нет, потому что это новейшая технология. Я со своими партнерами, своей командой. Мы делаем все для того, чтобы вам сегодня все объяснить. И вы, собственно говоря, сами все услышите, увидите и поймете. Я хочу вам всем напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой. В эпоху больших перемен. В эпоху новых технологий. В эпоху блокчейна. И с каждым днем все эти факторы проникают все больше и больше в нашу современную жизнь. И, собственно говоря, все это в совокупности побудило меня создать свой собственный уникальный токен. Бузкойн. Который мне позволит быть ближе к вам, ближе к моим людям. Я хочу дать частичку себя. То, что я делаю в своей творческой деятельности. Все мои детали жизни, которые наполнены всегда яркими эмоциями. Также и Бузкойн откроет новые возможности его обладателям и всем тем, кто любит, поддержит мое творчество. С помощью Бузкойна вы сможете покупать, приобретать билеты на мои концерты. И не только, если вдруг кто-то еще из артистов вас интересует. Если есть такие. Вы сможете получать различные товары, услуги в глобальной системе. И в том числе созданы под моей маркой Ольга Бузова. В ближайший год я открою еще три новых проекта. Это будет ресторанный бизнес. И многие другие, о которых я, если вам понравятся такие встречи, буду сообщить регулярно. И вообще давайте сделаем это по традиции. Вам хорошо? Я, конечно, могла все это написать у себя в Инстаграм. Вы бы все это прочитали, сделали бы репосты, обрывали бы трубку потом моей пиар-службе. Где-то бы поймали меня на какой-то презентации и с микрофоном двух словах, чтобы я вам все об этом рассказал. Но мне кажется, что о таких важных событиях в моей жизни я должна сообщать именно так. Я хочу вывести все, что происходит в России на высокий уровень. Я хочу, чтобы мы, артисты, люди, которые занимаются важными делами, бизнесмены, чтобы мы все сообщали о важных проектах именно так. То, что сегодня происходит и то, как это будет, говорит о том, что все на высоком профессиональном уровне. Вы, наверное, не ожидали, от меня услышать в своей серьезной тематике. Я даже хотела для большей уверенности надеть очки. Но мне показалось, что пучок и костюм от Ивсаларан этого достаточно. Между прочим, я готовлю. Я объединила лучших профессионалов в этом деле. И сегодня, сейчас важно, снимайте. Это будет важная, самая важная фраза. Ура. Спасибо. А у меня было плохо слышно? Да. Так будет еще лучше. Спасибо большое. Я первая девушка в этой стране. Можно было поставить точку. Но я продолжу. Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту. Буз Коэм. И в перспективе глобальный проект, IT-проект Буза, который впервые в России объединит все социальные сети и торговые площадки на одном пространстве. В пространстве Буза. Приосье этого проекта намечено на 18 апреля. Это уже через две недели. Каждый желающий может присоединиться к нам, почувствовать себя частью нашей команды, моей команды и принять участие в развитии глобальной платформы нового поколения. Я создаю империю. В последнее время очень большое количество появилось фейковых страниц. На тему криптовалюты, блокчейна, на которых не просто используется мое имя, а представляются люди от моего лица, якобы это мои токены или мои ICO-проекты. Я хочу, чтобы вы все сейчас знали о том, что мой проект в мире фейковых технологий – это Буз-Код, который я сегодня здесь вам представляю. И он станет ядром моего IT-проекта, IT-платформы нового поколения Буза. Для того, чтобы вы понимали, почему за этим будущее, я хочу немножко вас окунуть назад и рассказать о таком токене, как NEL, который сейчас торгуется на уровне 54 доллара. Год назад он стоил 12 центов. То есть 540 раз увеличилась цена этого токена на мировом уровне за один год. Год назад про этот проект говорили, что это китайская чепуха, и никто в это не верил. На сегодняшний день NEL является одним из крупнейших криптовалютных компаний. Китай с капитализацией в 3 миллиарда долларов. Все новое всегда пугает. Как же говорили про меня, когда я впервые выпустила песню по звуке «Поцелуйку», никто в это не верил. А на днях я получила международную награду от Никелодиума, где меня признали лучшим артистом в России по мнению зрителей. Это честная премия, в отличие от многих других, которые проводятся в нашей стране. Я это сказала вслух? Понятно? Поэтому, также я говорю про то, что все новое всегда пугает. Но поскольку в этой стране тренды создаю я, и в этой стране она не боится, я не боюсь расширять свое сознание, расширять горизонт своего мышления и позволять другим людям принимать участие в таких масштабных проектах. Давайте вспомним Apple, Facebook, Google. Когда-то тоже эти проекты были просто стартап-проектами, в которых никто не верил. Простые люди, совершенно не обладая никакой базы хорошей, поверили в себя, поверили в свой бизнес. Сейчас это просто мировые платформы. Также и мой проект, Гускоин, пока является стартапом. Но, я повторюсь, я собрала лучшую команду профессионал. И мы все сделаем для того, чтобы вывести Гускоин на мировой поле. Так же, как и Ольга Бузовича, меня на мировой поле. Спасибо. Главная цель этого проекта – построить новую, не имеющую аналогов в мире IT-платформ, которая объединяет глобальную сеть с применением новейшей технологии блокчейн, инновационную экосистему, где каждый, абсолютно каждый, найдет для себя самое необходимое. И, что важно, человек живет в условиях новых правых технологий. За этим будущее. Будущее за мной. Голосуйте, пока не буду говорить, потому что еще есть время. Собственно говоря, добро пожаловать в мой мир, где я открываю не только мир других мужчин, но где я открываю новые возможности в системе блокчейн и новых технологий. Все правы. Спасибо. Спасибо.